Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы, как обычно, с вами поговорим о необычных вещах, и ролик будет достаточно необычный. Наверное, первый раз я обращаюсь к своим зрителям, чтобы они подсказали мне, что это за образования такие на дне Аральского моря, высохшего Аральского моря, округлой формы. То есть, сколько бы я ни искал, может быть неправильно искал, не знаю, может быть как-то нужно вбить по-другому, или может быть это наоборот настолько вот элементарная информация, которой нет, и поэтому и в сети даже ее не описывают. Ну вот смотрите, один из зрителей прислал мне информацию, как бы прислал координаты, посмотри, что это такое, ответьте, пожалуйста, что это есть такое. Вот такие вот круглые объекты, на одинаковом расстоянии находятся на дне Аральского моря, очень интересные, странные. Все эти объекты округлой формы и тоже одинакового размера, и на одинаковом расстоянии находятся. Если мы, вот просто повыше поднимаешься, когда уже исчезает вот эта сетка, в принципе это все вот идет такой сеткой. Сейчас вот в другом месте дойдем, посмотрим, это все четко просматривается. Размеры вот эти вот все я линейкой замерить не могу, то есть нужно подняться выше, когда поднимаешься выше, все пропадает. Кстати говоря, вот здесь вот они идут, 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 раз и исчезли. Ну что, вот в первой, конечно, джеты геологоразведка. Ну какая-то геологоразведка странная. Может быть это округлые не объекты, а это воронки такие округлые. Просто со спутника смотрится как бы в выпуклости, как шары лежат, так чуть-чуть прикопанные, да? Очень похоже. Ну давайте еще вот здесь, вот смотрите, вот пошла линия. И вот здесь вот две пересечения, пересечения двух линий. Так, где мы их упустили? Да, вот они. То есть получается сетка. Ну вот сейчас мы дальше с вами уйдем. Вот опять пересечение двух линий. Все строго, идеально, ровно. Я не говорю, что это инопланетяне построили. Нет, ни в коем случае. Понятно, что выстроено это людьми. Но что это такое? Опять хочу спросить у моих зрителей. У вас, дорогие, уважаемые зрители. Может быть все-таки это... Может быть это все-таки воронки, а не какие-то объекты. Всего лишь навсего. И на самом деле это обычная геологоразведка. Была что-то, какая-то мысль проскочила где-то. Где-то тоже почитал там вышки электропередач там. Ну нет, конечно же, это никакие не вышки. Это глупости. Вот здесь вот, пожалуйста. Ну очень похоже, да. Вот смотрите, вот здесь мы сетку с вами сейчас рассмотрим. Вот пошла полоса этих объектов. Вот полоса. И здесь то же самое. Ну здесь запикселизовали нам камеру, карту. И мы, к сожалению, не видим ничего. Ну вот еще полосочка проходит здесь. Вот такие вот огромные, такие вот огромные. Огромная такая сетка получается здесь. Здесь запикселизовали все. Ага, вот смотрите, как хорошо просматривается четко. Смотрите, какая сетка. Да, похоже на геологоразведку. Но потом, раз, и вот эта вот полоса мне этих объектов еще больше затуманила голову. Не пойму, что же тогда такое происходит. То есть вот так поперек всей этой сетки еще одна полоса проходит. Геологоразведка. А что ищут-то здесь? Вроде бы как залежи там газа, нефти. Вроде бы как и не было. Может я, конечно, тоже плохо информацию изучил этом. Ну, в общем, вот такой необычный ролик у нас. Я сегодня прошу ответа у вас, уважаемые зрители. Может быть у кого-то есть. Моя версия, что это геологоразведка. Правдива она или нет, напишите в комментариях. Кстати говоря, вот еще одна поперечная полоса. Поперек всех, всей этой сетки проходит. Странно. Почему тогда так? Где-то кто-то писал, что это может быть похоже на огни. То есть взлетно-посадочные полосы там. Ну, не для этого места, друзья мои, никак, ни в коем случае. Вот эти полосы. Мне кажется, все-таки здесь проезжают автомобили. И эти следы от автомобильных покрышек видны. Вот еще одна полоска пошла поперек тоже. Вот это вот все сбило мне. Вроде бы как, если геологоразведка ведется, знаешь, что вот такими квадратами проводится исследование. А зачем тогда вот так поперек начали тоже? В общем, странно и непонятно. Объекты достаточно крупные. А вот если сам объект замерить получится у нас, давайте попробуем. Так, давайте включим сейчас линеечку. Так, здесь метры. Метры. Ну вот возьмем давайте вот этот объект, да? Ну хотя бы примерно. Понятно, что точно тут не получится измерить. Вот так примерно давайте. Что? 5 метров. Получается 5 метров. Следующий. Ну, в принципе, где-то тоже 5 метров. Вот не с самого края я начал. То есть, ну, не столько уж и большие, скажем так, в диаметре. Ну и немалые. 5 метров. Что это за образование такие 5 метров? Воронки, опять же. Ну вот примерно не все 5 метров. Но их так видно визуально, что они одинаково размером. Да, вот такие вот интересные объекты. Кстати говоря, вот здесь вот идет разлом. Коллизия или субдукция, правильно? Ну, если это на дне моря, наверное, это субдукция все-таки. Вот. И то же самое по вот этим вот выступам всем. Коры. Они располагаются, эти объекты. Вот знаете, вот здесь вот как бы отчертание какой-то определенной тени. Может быть, разброса чего-то. Да. Что-то у меня уже подозрения такие, что это, возможно, и ямки. Может, ошибаюсь. Просто мелкие такие объекты, знаете, вот в рельефных вот этих вот панорамах рассмотреть их не получится никак. Они очень мелкие. Ну, интересно. Вот, пожалуйста, вот так полосы идут тоже еще вдобавок. Жаль, что здесь запикселизовали и можем детально изучить дальше. Но, тем не менее, вот здесь вот сеточка поменьше пошла, смотрите. Уменьшается. А здесь что, раз и закончилось все. Да, да, на самом деле. Прервались. Вот, допустим, здесь дальше нет объектов. Еще перестали исследовать. Так, опять же, ну что-то, геолога, разведка вот так вот через каждое... Ну, давайте расстояние между ними замеряем. Тоже сейчас переведу в метры. И между этими объектами расстояние 51 метр. Давайте здесь тоже самое замеряем дальше. Ну, вот 50 метров в среднем между объектами. Самый объект 5 метров. А между объектами в среднем получается расстояние 50 метров. Все одинаковые. Ну, смотрите, четко 50 метров. Это посчитать какое расстояние. Посмотрите. Вот, то есть, 3 объекта, хоба, сразу 100 метров. Ну, надо же. Ага, вот здесь, мне кажется, расстояние все-таки побольше будет. Давайте еще тут попробуем замерить, раз уж начали это все делать. Да, здесь 100 метров. То есть, поперечные вот эти полосы уже пошли. Они по 100 метров. Да, 100 метров. Строго 100 метров. Ну, такая вот интересная геолога-разведка. Или что это на самом деле здесь происходит? Непонятно. Напишите, пожалуйста, друзья мои, в комментариях, что это за объекты. Что здесь на самом деле такое сформировано? То ли это объекты, то ли это янки, опять же говорю, в земле. Ну, похоже, вот, прямо на круглый такой объект. Как будто бы шарики. Не похоже на яму-то, в принципе. Хотя, с другой стороны. Как холмик, что ли. Смотрите. Или вот вокруг, как будто бы окапано, да? Все поближе окапано. А здесь вот такой вот, как валун лежит. Ну, больше всего, конечно, что странно, нет ни одной фотографии вот этого места. Вот это мне больше всего поражает. Неужели никто никогда ни разу не сделал, пусть это геолога-разведка, но неужели никто не сделал в этом месте ни одной фотографии? Ну, странно, конечно же. Ну, что ж, вот по поводу этих странностей. Напишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы думаете. Есть ли у вас точный ответ на вот эти вот объекты. Я думаю, что найдутся люди, кто посмотрит мой ролик, кто проживает там, либо, может быть, служили люди там. Ну, просто ответьте. Вот мне, допустим, непонятно. Опять же говорю, посмотрел в интернете, как бы внятных ответов нет. Вот стало интересно. Поэтому вот такой необычный ролик сегодня и записал. Ну, а на этом я заканчиваю. Пишите, еще раз говорю в комментариях, все, что вы думаете по поводу увиденного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, друзья мои, впереди у нас будет много чего еще интересного. Ну, а этот ролик, я надеюсь, для вас был хотя бы немножечко интересен и полезен.